Я приветствую всех и каждого, с вами Бадди! Мы продолжаем проходить Медреселл Саспект и как вы помните, недалеко находясь от трупа главного нашего героя, мы получили возможность пройти вот это здание, куда нас привели улики, прошлой серии нами собранные. Начнем мы эту серию с того, что посмотрим все новые записи, которые отмечаются в этом нашем своеобразном блокнотике. Так, а почему новая, если нет улик? Как-то странно. Здесь же тоже написано новое. Если я не закончу свои дела. Странно, почему это я что-то читал? Почему он отображается как новое? Интересно, девки пляшут. Сейчас давайте с этим закончим. Полицейский еще не вышел на след моего убийцы. Нужно осмотреть квартиру на последнем этаже. По крайней мере, у нас нет значков о том, что это новое, и мы отправляемся вперед. Как вы помните, здесь у нас ограничения, то есть здания освещены и опять же мир не бесшовный, а своего рода с такими небольшими мелкими подзагрузками. Сержант, вернитесь на мета преступления. Вас понял. О, юрканый бабаев. Это что за Гарри Поттерные всякие духи? Хоррор у нас начинается. Их надо бояться. Их надо будет стрелять. Чем не буду их стрелять? А, это ты не послышалась. Ты что, меня знаешь, что ли? У меня как бы намекает. Пройди ко мне, узнай все, что хочешь. Не могу я пока привыкнуть к тому, что я могу проходить сквозь стены. Да, могу гулять и свободно. Давайте начнем разговор с ним, потом уже пойдем дальше. Ну так жутковат эта атмосферка, честно говоря. Где-то телевизор, да? Про меня рассказывает. Так, друг, давай знакомиться с тобой. Кто ты? Чем ты дышишь? Эй, черт, ты до инфаркта довести меня хочешь? Нет, конечно, просто... Боже, это риторический вопрос. Ну же, чего как неродной? Оглядись, что ли, не знаю, пошпионь. Никто же не остановит. Чего ты тут торчишь? Иди развлекайся. Я думал, ты мне какое-нибудь задание дашь. Ты тут так просто для того, чтобы мне не было скучно. Я уверен, что ты все видела. Это твоя особенность. Ты всегда подглядываешь. Всегда суешь нос не в свое дело. Да, видела. Теперь ночью жди кошмаров. У нас и без того кошмаров хватает. Не говори об этом. Даже не смей заикаться. Да с превеликим удовольствием. Я вообще телевизор смотрю. Та самая леди в кудрях, которая нас встречала, начали играть. Ну, это мы и так все знаем. СМИ, так сказать, немножко сюда преувеличивает, переукрашает. Но это, возможно, проходить через приметы все-таки прикольные. Так, давайте с этими старичками разберемся. Во-первых, может быть, прочитаем мысли и вспомним что-то интересное. Нет, только гляньте на этого жалкого типа. Даже с кресла не приподнялся. Кресло ему дороже меня. А вот перестану жратовую ему таскать. Может, заметит, наконец, тогда, что у меня тут нет. Нет, только гляньте на этого жалкого типа. Даже с кресла не приподнялся. Ну, что я могу сказать. Обычные мысли, обычные пожилые пары. Как говорится, вы никогда не хотите... Знаете, есть такой анекдот смешной. Ну, относительно, конечно. Кому-то смешной, кому-то нет. Пару, которая прожила там вместе 70 лет, вы никогда не хотели развестись? Развестись нет. Убить, да. Глазеет в окно. Зачем, спрашивается? По телевизору улицу гораздо лучше видно. Глазеет в окно. Ну да, не так много реплик прописали каждому из таких героев. Ладно, они нам никакой информации дополнительной не дали. Так, это что такое? Что за трясущиеся объекты? Мне что-то дают, нет? Я не совсем понимаю. Я ничего с ним сделать не могу. Ну, ладно. Переживём. Так, давайте дальше первый этаж осматривать. Мне показалось, что здесь кто-то был? Показалось, что? Проход, да? Дорогой, они могут услышать тебя и через потолок. Напугали её, конечно. Ну и хорошо. Каждый раз, как навещаем Дженнифер, видим этих обормотов. Та женщина на втором этаже. Да она меняет парней ещё чаще, чем кофточки. А шум какой, постоянно стоит. Так, ладно. Очевидно, что нам на эту лестницу... Я хочу сначала по порядку всё осматривать. Вы же знаете, я люблю осматривать всё. По системе. То есть, попытаться не упустить ни одно из помещений. Так, здесь я зашёл. Давайте посмотрим, что здесь. Очевидно, что это идёт в коридор, в котором мы только что были. Да. Это та же комната. Прикольно, да? Когда-то у тебя доступ ко всему... Что такое вот эти штучки блестящие? Извиняющие. Не совсем понимаю, что они дают мне. Типа направление? В Сальме множество разобранных объектов, достойных тщательного изучения. Разнообразных, каких разобранных, ежики-матрёшки. Даже простой оборок бумаги может многое поведать о городе и его жителях. Полиция не подтверждает, что недавнее убийство – дело рук маньяка. Однако советует жителям не выходить из домов по ночам и запирать двери. Я люблю всякие такие записульки. Так, вот ещё газетёнка. Газетная статья. За последние месяцы в Сальме возросло число убийств. Однако городской департамент полиции отказывается признавать эти убийства серийными. Последние несколько месяцев выдались тяжёлыми. Прокомментировала ситуацию представитель департамента полиции Сальма Ингрид Ларсон. Но делать какие-либо умозаключения по поводу этих убийств. И тем более связывать их с друг другом безответственно. Мы тщательно расследуем каждое дело делом вывода только на основе улик. Ага. Висяки вы вешаете. На невиновных. Так, пошли посмотрим сюда. Что здесь? Там призрак есть какой-то. Я вот эти штуки не понимаю. Что это такое, вот эти блестящие объекты? Необходимо ещё 6 до полной картины событий. Ну ладно, я понял. То есть вон та лейка тоже была почему-то. Пойдём проверим. Здесь она была. Я не могу её собрать. Видите, она как-то исчезла. Ну ладно. Видимо, это не мой косяк. Так, сейчас мы сходим к той барышне. Для начала вот эта бассейнная комната. Для чего эти котлы нужны? Коллективус, который что-то прояснят? Не уверен, но давайте посмотрим. Так, сюда мы уже не пройдём. И это радость. Барышня, а вы кто? А вы что? А вы зачем? Ничего не понимаю. Только бы найти его. Тогда хоть пойму, что произошло. Я уже везде смотрела. Ну за что мне всё это? А что если я его не найду? Знать бы кто это был, тогда бы я поняла, где нужно искать. Можно поточнее информацию? Похоже, ты потерялась. Нет, потерялось моё тело. Я знаю, что меня убили здесь, но... Как бы глупо это ни звучало, мне станет гораздо легче, если я найду свой труп. А вы, кажется, детектив? Можете помочь. Да, детектив. Подозреваешь кого? Это поможет найти тело. Я знаю, что это были старики. Такая пожилая пара, живущая в этом доме. Остальное... Остальное как в тумане. Я же тогда принимала наркотики. Да, тебе и правда может потребоваться моя помощь. Я попробую прощупать местных стариков. Так, загадочное убийство. Это своего рода сайт Квэш, что ли? И кажется, что её убили соседи и пожилая пара. Мне нужно добыть какую-нибудь информацию о пожилых жильцах. Надеюсь, вы сумеете мне помочь. Так, так эти... Лысый, так сказать, паренёк в кавычках. И кудрявая в кавычках девчонка. Ещё и у нас и маньяки. Что стало с трупом убитой девушки? Найти ответ. В поисках ответа на поставленный вопрос зачастую необходимо тщательно исследовать место преступления. Так, загадочное убийство. Ну давайте. Так, как это скинуть фильм? Улики, улики, улики. Давайте сразу начнём с селения. Здесь сначала сурлик всё-таки. Верес Бородин ничего не нашёл, но тогда... Тогда не было ещё задания. Газета. Подростки всегда залезают в каменоломни. Но почему такой интерес именно к этой? Не совсем понимаю, но пускай будет. Пока картина не есть на... Куда они её замуровали-то? Пять улик нам нужно найти. Лейка. Письмецо в конверте. Записулька. Их сосед спешно покинул город. Может, они сыграли в этом какую-то роль? Чё-то какая-то страшная парочка. Да, это всё-таки было связано именно с этим делом. Подробности пока неизвестны. Садовые инструменты. Лопаты, перчатки, удобрения. Хобби или убийство? Ну, похоже на то, что у неё закопали именно там. Ну, явно ещё два, это будут их мысли, поэтому давайте, конечно, сюда сходим. Но здесь я не вижу никаких блестящих предметов. Поэтому давайте сразу залезем в их маленькие головёшки. Вот перестану жратовую ему таскать. Может, заметит, наконец, тогда, что меня тут нет. Так, этот мы уже слышали. Давайте попробуем на неё повлиять. Какая улика пробует её воспоминания? Загадочное убийство. Газетная вырезка. Записка от соседа. Садовые инструменты. Блин, ну тут как-то тяжело судить. Нет. Записка от соседа. Да, что-то я так чувствую не буду её получать. Вот это. А-а-а! Обидно. Ну, я так и думал, что я лохопёрный сыщик. Наконец-то тишина и спокойствие. Эти её вечеринки. Как тут заснёшь, когда так грохочет музыка? Кажется, она была наркоманкой. Ултер так устал, что едва не заснул по дороге. Хотя до каменоломни Смитвика всего пять миль. Удивительно, как ему удалось раздобыть болторез посреди ночи. Но, по крайней мере, музыка теперь не орёт. И мы можем поспать. Страшная семейная пара. Похоже, старик имеет какое-то отношение к убийству девушки. Но зачем ехать до самого киминалуни Смитвика? Вы знаете, что я понял? Когда нужно выбирать вот эти улики, да, которые повлияют на продвижение, нужно ориентироваться всё-таки не на логику, а на какую-то интуицию. Потому что по интуиции я хотел выбрать именно изображение с девчонкой. А когда начал искать логику, вы увидели, к чему это привело. Сейчас проверим мою гипотезу. Тайна старухи. Каменоломни. Вот это. А-а-а! Я не умею выбирать правильно. Вот это. Да. Грейс ударила, и девочка рухнула, как подкошенная. До сих пор не верю, что она мертва. Всё случилось так быстро. Грейс натурально просто взбесилась. Наверное, из-за бессонницы. Слава богу, всё кончилось. Наконец-то я спокойно посмотрю телевизор. Очевидно, у его жены спульчевый характер. Если девушку убила она, то где труп? Давай выяснять. Бабка, я иду за тобой. Нет, всё-таки неверно, да? Ну, каменоломня, конечно же. Да что ты будешь делать? Ну, то, что логично, вообще не получается. Три раза он был выбирать девчонку. Догадочное убийство. Тайна старухи. Ну, всё, теперь понял. И связываем с мыслями дела. Понятно. Постепенно проясняется. Видать, Брэйс доставит девчонки на вечеринке. Она её убила и заставила мужа спрятать труп в каменоломне Смитвика. Надо вернуться и всё рассказать. Ну, постепенно, на своих ошибках я понимаю примерно, что от меня хотят. Я немножко не так связывал улики с продвижением. То есть теперь, теперь картина примерно ясна. Будем, так сказать, работать над ошибками. Значит так, ты не можешь найти тело, потому что в доме его нет. Оно в каменоломне Смитвика, в пяти милях от города. О, а за что меня так? Твои вечеринки не давали им спать. В конце концов, они рехнулись от усталости. Мне, мне казалось, что они просто по-стариковски ворчат. Не знала, что они пойдут на такое. Спасибо за помощь. У меня словно гора с плеч упала. Да без проблем. Знаете, я копов всегда терпеть не могла. Цеплялись ко мне, поучали всю дорогу. Мы жизнь понимали по-разному. А тут вдруг вы помогли. Может, если б я тогда их послушала, всё сложилось бы по-другому. Но вам спасибо. Да не за что. За лучшую душу мы вернули, так сказать, в нужное русло. Но я так понял, будем такие сайт-квестики выполнять параллельно. Так что, на первом этаже, получается, мы с вами всё исследовали. Давайте теперь посмотрим, что в этой паре в голове. Надеюсь, он не станет задавать вопросы, иначе поймёт, что я его не слушаю. Гассу нужны друзья. Всегда готовы слушать его болтовню. Надеюсь, он не станет задавать вопросы, иначе поймёт, что я его не слушаю. Так, я сделал уют, что, вселяя из тела, мы не услышаем больше, чем два типа мыслей. Даже пробовать не стоит. Скорее бы, Дженнифер съехала из этой помойки. Моей внучке нужен дворик. Где играть? На улице? Проверяем мою гипотезу. Скорее бы, Дженнифер съехала из этой помойки. Уграничились двумя репликами. Ладно, мы поднимаемся по лестнице. Ещё одна улика. Осталось четыре. Самое интересное, что сквозь лестницу я не прохожу, а поднимаюсь по ней. Вот в чём логика, да? По идее, я должен был через неё проходить. Ну ладно. Что тут эти значки, значит? Я так не могу понять. Это своего рода указатель, куда мне идти, правильно? Такой, знаете, клубочек, который разматывается. Тут точно Альма какая-то, блин. Альма из Салема. Эй, эй, как это получилось? Это я сам? Эй, эй, вернись! Эти записи не для тебя. Супер. Не для тебя называется моя рожа сверла, да? На какую-то головоломку. Так, надо подняться на четвёртый, пока полиция улики не выгребла. Так, и что мне эта головоломка даёт? Ну вот церковь, кладбище, да, я так понимаю. Что ещё можно найти в этих знаках? Такого, чтобы меня навело на какие-то мысли. Крест. Что-то явно связано с кладбищем. Наверное, мы ещё на кладбище явно окажемся. Так, ну и с этой лестницы я пришёл, отлично. Давайте по порядку так же всё изучать. Чая здесь квартира. И что мы здесь можем найти? Для нас интересно. Как-то здесь тиховатенько. Там сидят люди, сейчас мы у них, так сказать, извините за выражение, войдём. Нежненько. В покер режутся. Сейчас можно будет читать мысли, кто блефует, кто нет. Так, мальчики, делайте ставки и надеетесь на удачу. Дело не в удаче, Эйверин. Это точно, приятель. Вспомните слова, когда в итоге остаешься. Ну, какой пельмен случайности всегда есть? Обучуешь своим приёмчикам. Тогда я не смогу отбирать у тебя деньги на завтраки. Ладно, джентльмены, подтяните трусы и делайте ставки. Давайте читать мысли. Чувак, не даст она тебе. Не даст. В следующий раз ты её сделаешь. Пара хороших карт бы не помешала. Давайте посмотрим, кто у них тут. У него пара королей. А, не люблю этот вид покера, если честно говоря. У меня больше трехласский холдом. Или холдом, не знаю. О! Заметили? Я думал, что у меня глюки, но там в душу на первом этаже появлялась призрак. И здесь тоже появился призрак, сидячий на стуле. Не знаю, к чему это. Но мне это определенно не очень нравится. Так, а что там? То же самое, да, помещение? Воу, воу, воу. Что-то призраков столько. В салеме орудует маньяк. Что-то эти призраки значит. Не меня по-то ведут. Ладно. Дамочка, вы кто? Может, она ест слишком много сахара? От него же дети не спят, так ведь? Хоть бы раз поговорить со взрослым человеком, который не станет тебя перебивать. Может, она ест слишком много сахара? Я просто проверил. Теперь понимаю, что больше двух реплик больше можно не слушать. Ладно, запоминаем, что здесь живёт женщина. Она нам ничего, в принципе, не даёт с информационной точки зрения. Сама-то девочка вели. Короче, девочку пугает призрак, а мама думает, что у нас сахара много есть. Я понял. Забавно. Давайте с ним пообщаемся. Нравится детей пугать? Эй, нравится детей пугать? Эта девочка меня разорила. Я-то думал, работа несложная, халява. Ты о чём? Она просто ребёнок. Это абсолютно не важно. Её папочка слишком многим задолжал. Она была обеспечением долга. И тут на сцену вышел ты? Обыкновенное похищение. Когда бы всё утряслось, я бы её отпустил. А всё оказалось не так просто, да? Да, возможно, но теперь она мне должна. И я не уйду, пока не получу своё. Забудь об этом. Ждать слишком долго. Не волнуйся. Я подожду. Давайте с ним пытаться разобраться. Рук мой, кроме времени у меня ничего нет. Рук мой, кроме времени у меня ничего нет. Так, ну я не знаю, наверное, не могу никому помочь. Попробовать повлиять на маму. Хоть бы раз поговорить со взрослым человеком, который не станет тебя перебивать. Нет, это не то. Ладно, пошли дальше смотреть. Но очевидно, что мы с ним что-то должны сделать. Что-то, что успокоит его душу. Так, в этой квартире мы будем. В этой тоже. Здесь он стоит, правильно? Да, всё верно. Значит, проходим на следующий этаж. Демоны. Что-то они какие-то страшные бляха. Дергальдиум левиоса. Экспетрум патронус тебе. Вот. Реальность Гарри Поттера украли. Вот что я сделаю с этим пацаном. Так, что от меня требуется. Демоны. Если вы себя обнаружите, демоны начнут на вас охоту и уничтожить. Спасение от демонов. Если вы скроетесь среди призрачных следов, демоны потеряют вас из виду. Так, я справился с призрачным следом. Вы можете менять укрытие, чтобы спастись от демонов. Передвигаться, да? Если демоны на некоторое время потеряют вас из виду, они прекратят поиски. Удерживайте F, чтобы видеть демона сквозь стены. Приближайтесь к ним осторожно. То есть нам нужно их избегать, двигаясь по локациям. Я понял. Так, ну что, он так и будет там на лестнице стоять? Убить я его никак не могу. Ну, он прям здесь. Как и пройду-то. Может, попробовать его выманить? Давайте так и сделаем. Попробуем его выманить. Потому что он прикрывает мне путь. Эй! Где вам парикмахер? Эй, я завис. Я завис. Почему я не могу... А! Я его все-таки могу чепокнуть! Это было неприятно, непонятно и хрен знает что. Но я, по крайней мере, теперь понимаю. Нужно сначала уйти от них, да? Затем попытаться подойти к ним сзади и уничтожить, так сказать. Найти и уничтожить. Ладно. Я почему-то посчитал, что, возможно, только укрытие спасать. Блин, что, это херат, что ли? У-у-у! Сам Фишер начинается. Ну, ладно, чем я расскажу, ведь. В принципе, ничего сказать не могу. Ладно, они в коридоре. Пока прячемся просто здесь. Вот и ответ, что это за призрачные следы такие были. Ладно. Будем разбираться по ходу. По крайней мере, мы добрались уже до четвертого этажа. Совсем рядом. Ну, немножко будем их убивать. Но вы заметили, что строение комнаты такое же, как и на предыдущем этаже. Так, сквозь стены они не ходят, я понимаю, да? Ладно. Ну, возможно, здесь укрыться куча, поэтому не страшно. Эй, это ты! Ты прославился! Ты в телике! Да мне параллельно. Ты должен это посмотреть! Это чувак! Так, для начала соберем еще одну улику. Еще две осталось. Ну, есть телик тоже. Чего еще надо? Не знаю. Может, веселье? Ну, можно съездить в Бостон. В Бостон? Ну, да. Это неплохая мысль. А что? Вполне себе. А как мы все это, по-твоему, проверим? Мы что, поедем на твоей машине? Вот в этом и дело. Нужно везти машину там, парковаться, за бензин платить. Много мороки. Даже чересчур. Да и цены на бензин опять. Они здорово взлетели. А тут мы не тратимся. Да, ты прав. Ну, ладно. Все равно, дни рождения осталось несколько часов. И опять наступят будни. Я так понимаю, и в телах жильцов я тоже могу укрываться. Надо будет это проверить. Это же моя вечеринка. Почему я должен сам все делать? Да, вечеринка у них, конечно, тут. Как в КВНе, да? Вечеринка уже ничью дома. Ребусы, кроссворды, комфортные, ассортименты. А я бы с удовольствием просто кино посмотрел. И почему только дома не бывает никаких приключений? Зачем нужны вечеринки, если их нужно планировать? Это уже какая-то работа. Понятно. Вялая у вас тут вечеринка, ребята. Очень вялая. Так, давайте попытаемся. Он прямо на меня смотрит. Ну, мы сейчас дождемся момента и чепокнем его. Когда они будут на друг друга не смотреть. Сейчас слишком опасно. Можно еще взаимодействовать с предметами, да, полтергейст, типа. Не знаю, это ничего не дает, в принципе. Так, вот сейчас. Так, у меня не получилось, да? У меня не получилось. Я не ту кнопку нажал. Тихо-тихо-тихо-тихо. Не умеют поворачиваться. Да, я вам скажу, что такие демоны, это парикмахеры конкретные. Их нужно теребонько только в момент, когда они меня потеряли из виду. Я просто не ту кнопку нажал, я думал, что D с правой кнопкой мыши, это всегда одинаковый прием. Все, потерял он у меня, да? Отлично. Сейчас давайте пробовать. Еще разок. Д плюс это. Одного чепокнули. Раз мы его чепокнули, значит, мы можем проверить эту комнату. Тут тоже очень много мест, где можно укрыться от них. Ну, я вам скажу, в принципе, если не подтупливать, то с ними можно разбираться. Ну, это, конечно, сначала, только первая наша с ними встреча. Поэтому... Да вижу я вот этих вот... Видите, призраки появляются и пропадают. К чему это, я не знаю, но... Факт остается фактом. Так, паренек, ты, походу, покончил жизненным убийством, используя радиоприемник в ванной. Ты оригинален. Зачем нужно было это делать? Черт. Зачем ты это сделал, парень? Голоса. Все эти проклятые голоса. Мне было одиноко и страшно. Хотелось, чтобы они умолкли. Почему ты не обратился за помощью? К врачу, другу или еще кому-нибудь? Никто меня не слушал. Никто не воспринимал всерьез. У меня не было выбора. Они так кричали. Но сейчас все тихо. Все тихо. Ничего, парень. Жаль, что так вышло. Так, задание тебе никакое не нужно. Но мне, кстати, очень нравится, что здесь так много потусторонних историй призраков. То есть мы знакомимся с их жизнью. Вот это прикольно. Со временем может она доест, но пока это доставляет. Давайте посмотрим, что он там читает. Она нам это ничего не дает, да? Она вообще не интереснее, с какой точки зрения. Ну-ка, если попробовать полтергейст использовать, он встанет, нет? Нет, да? Опять появляется призрак вот этот. Каждый раз, когда заходишь в эту комнату. Так, сейчас попробуем вот этого парняка отшипокнуть. Хорошо. Все. На этом этаже больше призраков нету. И это меня радует. Так же мы на этом этаже нашли этот один из шести вот этих вот парогенераторов, не знаю как их назвать. И я чуть не пропустил вот эту записку. Когда Ром говорил Лилиан, я не могу понять, кого он имеет в виду. Свою мать или пушку. Положение осложняется тем, что пушку ему подарила мать. А он назвал оружие в ее честь. В нормальных семьях так не бывает. Ладно, по крайней мере мы нашли то, что мы могли найти. Надо обращать внимание. Явно вы мне будете писать, что где-то мерцало, а я не увидел. Но я никогда не отличался особой внимательностью. Но, по крайней мере, я буду стараться. Опять этот призрак здесь появляется. Ну что ж, я предлагаю на этом эту серию закончить. Перед поднятием на четвертый этаж мы исследовали три этажа из четырех этого дома. Мне кажется, славно повеселились. Поняли, что основными врагами в исследовании на локации будут демоны. С ними можно справляться, если их не будет так много, больше чем двух и более. Но в любом случае справляться можно. Главное не торопиться делать это с умом. Поиск улик довольно-таки сильно доставляет. Все это вселение. В принципе, игровой процесс интересен. Как я уже говорил, главное, чтобы он не надоедал со временем. Но это мы увидим уже в следующих сериях. А пока продвигаемся к четвертому этажу. Именно оттуда упал наш герой. Именно там сокрыты какие-то ближайшие секреты, которые нас интересуют. С вами был NBD Play. Следите комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok